Поговорим о науке как социокультурном феномене. Место науки в развитии современного общества настолько значительно, что главный вопрос о ней заключается уже не в том, чтобы обосновать ее значимость, сколько показать, как этот феномен вплетел в социальную жизнь, в социальную ткань. Множество определений науки могут быть сгруппированы в три кластера. Первый кластер рассматривает ее как социальную институцию, основная функция которой есть производство научного знания. По форме ее существования различные научные организации и учреждения, государственные, общественные, частные. На рубеже 20-21 веков в них работало более 5 миллионов человек, и это число растет. Посредством различных форм коммуникации, академии, изданий, конференций и других, они образуют отдельную социальную группу со своей системой ценностей и нормами. Профессионалы научного труда, с его разделением кооперации, системы воспроизводства кадров, щеткой налаженной системы обмена информацией, вот структурные элементы науки как институции. На смену классической науки университетов, небольших научных коллективов, типа научных обществ и академий 18-19 века пришла современная большая наука, как мощная, разветвленная система, продуцирующая научные знания. Во втором кластере наука определяется как система знаний, которая соответствует критериям объективности, верифицируемости, истинности, а также фальсифицируемости, системности. И этих принципов довольно много, но мы перечислили самые главные критерии. Эта система строится на таких базовых принципах, как рациональность, непротиворечивость и так далее. Третий кластер при определении науки обращает внимание на характер деятельности отмеченной социальной группы, научного сообщества в целом. Как-то отмечал Владимир Иванович Вернадский, содержание науки не ограничивается научными теориями, гипотезами, моделями. Главным – живым содержанием является в ней научная работа живых людей. Очевидно, что все три кластера взаимодополнительны и взаимосвязаны. Игнорирование любого из них объединяет феномен науки, искажает ее образ. Но все три отмеченных аспекта с очевидностью свидетельствуют, что наука есть значимый социокультурный феномен. Само существование современного общества невозможно без науки, как масштабной социальной институции. Так было не всегда в истории. Наука как социокультурный феномен, с одной стороны, влияет на культуру и общество в целом, а с другой – сама испытывает их влияние на себе. В первом случае она воздействует, особенно на настоящее время, практически на все сферы социальной жизни. Техника и новые технологии стремительно меняют жизнь человека и общества по всей социальной шкале, от локального до глобального уровня. Во втором случае испытывают обратное культурное, этическое, ценностное воздействие, которое влияет на науку. Если первый аспект очевиден, так как материализован в виде всевозможных гаджетов и технических устройств, то второй, хотя не столь нагляден, но не менее значим и фундаментален для человеческого существования, для науки. Сегодня наблюдается существенный разрыв между технической и гуманитарной составляющими науки. Меняется это с науки, то есть то, что мы описали тремя кластерами. Перед ней встают проблемы интеллектуальной и социальной ответственности, морального и нравственного выбора, личностные аспекты принятия решений, проблемы нравственного климата в научном сообществе и коллективе. Вот далеко не полный перечень гуманитарных проблем, с которыми сталкиваются науки и ученые в своей научной деятельности. Однако эта кооперативная проблематика находится в более широком социальном контексте, в более широкой формулировке она стоит перед всем обществом, так как наука через образование включена в механизм социальной регуляции общественных процессов. Как социокультурный феномен наука имеет различные измерения, политическое, экономическое, психологическое, организационное и другие. Она воздействует на потребности общества, становится необходимым условием рационального управления и политического воздействия. В свою очередь, дух времени, потребности исторической эпохи, политические и экономические реалии, требования и потребности определяют не только вызовы и задачи науки, но формируют, например, стиль мышления ученого, требования к научности и его теории, влияют на формирование всей ее инфраструктуры науки. Наивно предполагать, что наука может существовать вне общества и его императивов, замкнувшись сама на себя в невидимом интеллектуальном колледже. Она вовлекается не только в экономику, производство, но и в политику. С одной стороны, она отвечает на идеологические потребности общества, а с другой стороны, она сама становится инструментом политики. И предполагать обратное, это, наверное, быть крайне наивным. При этом внутренний этос науки не разрушается, но в отмеченных аспектах наука проявляет свою социокультурную, социально-политическую, социально-экономическую природу. Как отмечается в одной из работ, официальная наука обязана поддержать основолагающие идеологические установки общества, предоставлять интеллектуальные аргументы и практические инструментарии, помогающие сохранить существующие власти и идеологии свое привилегированное положение. В этом отношении науке предписано вдохновляться идеологией, включать ее в само себя. Как мягко заметил Кун, ученые учатся решать головоломки, и за всем этим скрывается большая идеология. Вот о чем идет речь. Это не значит, что идеология становится внутренней ценностью или критерием науки. Но проблема нейтральности вообще – это большая полемия, которая не один год ведется относительно науки. И в процессе первичной социализации, то, как человек приобщается к науке, очевидно, становится профессионалом, эти моменты в системе образования наущества. В самой социокультурной природе науки включены какие-то противоречия. Собственно, эти противоречия и ведут к ее развитию. С одной стороны, наука выполняет социальный заказ, значит, с другой стороны, она добывает объективное знание. И неудивительно, что там, где она выполняет социальный заказ, через патентование, соблюдение авторских прав, включение в прикладной аспект, там идет процесс коммерциализации научных достижений. И отсюда появляются такие необходимые области исследований, как науковедение, социология, значит, и изучается наука по различным ее параметрам – социальным. Современная наука – дело корпоративное. И вот эти противоречия, о которых мы сказали, они становятся очевидными именно в функционировании такой корпорации. Как островно заметил английский физик Томсон, попытка отмыслить ученого из науки равносильно затеей сыграть Ганнта без принца Датского. Это другой аспект науки, включенности ученого в научную деятельность. Вот это диалектическое противоречие дает новые импульсы развития науки между интерсубъективностью и субъективностью, значит, другой аспект этого противоречия – это коллективная память, сохраняющая в достижениях науки. Это значит, что закон науки, например, попадает в коллективное научное наследие в своеобразные репозитории, но, с другой стороны, каждый индивидуально подходит и извлекает из этого репозитория в процессе научения, значит, для себя что-то индивидуальное. Значит, Вернадский Владимир Иванович обращал внимание на то, что научная мысль есть и индивидуальное, и социальное явление. Вот как раз то, о чем мы говорили. Она неотделима от человека. Личность не может при самой глубокой абстракции выйти из поля своего существования. В этой социальности научного сообщества и сохраняются научные достижения, передаются следующим поколениям. За три века своего существования западная техногенная цивилизация оставила далеко за собой арабский восток, которому уступал еще в средние века и у которого многому научилась. За порширящее время она прошла три стадии, прединдустриальную, индустриальную и постиндустриальную. Она активно меняет не только природную среду, но и социальную, хотя бы посредством радикальной смены и социальной коммуникации. Более того, стоит вопрос об изменении природы самого человека. Чтобы понять перспективу развития науки, архисложенность, стоящая перед ней задач, достаточно также задуматься над ее прогностической функцией, ее возможностями. Я имею в виду возможностями науки. Наука как форма общественного сознания создала и свой объект познания, и методы его исследования, и особые требования к получаемым результатам. По этой причине она стала самостоятельным элементом культуры, а ее представители сформировали свой особый тип деятельности. В науке, как нигде в другой сфере человеческой деятельности, нашло рафинированное воплощение когда-то в истории начавшегося разделения труда. Вот что нам надо знать, четко понимать в относительно ученого-профессионала и его деятельности. Рассматривая вопрос о том, чем является наука для общества, нужно понимать, что бессмысленно говорить о роли науки для общества вообще. В разных обществах наука воспринимается по-разному и выполняет различные функции, так как она является неотъемлемой частью социокультурного кода конкретных цивилизаций. Наука традиционная фаза развития цивилизации – это одно, наука индустриальная фаза – другая, а наука постиндустриальная фаза – нечто третье, пока не до конца может быть понятое. Классификация исторических периодов на фазы эпохи восходит к немецкому философу Максу Вебер, предложившему термин «традиционное общество» для обозначения первоначального типа цивилизации, пришедшего на смену варварству. Основой становления традиционного общества и в настоящее время принято считать аграрную революцию, связанную с переходом от присваивающей формы ведения хозяйства, то есть первобытное общество, охоты, собирательства, к производящей, связанной с развитием земледелия и скотоводства. Этот переход также называют неолитической революцией. Традиционная фаза развития охватывает древнее общество и эпоху Средневековья. Индустриальная фаза, эпоха модерна, порожденная главным образом промышленной революцией, началась чуть более 300 лет назад, новое время, что можно считать ее завершением. В настоящее время сказать не представляется пока возможно, хотя нам признается, что потенциал развития индустриальной фазы уже в значительной степени исчерпан. Но что именно придет и на смену, пока не ясно. Оптимистическая точка зрения, отраженная в том числе и в некоторых учебных пособиях по истории и философии науки, предполагает, что такие страны, как США, ФРГ, Япония, уже встали на путь преодоления барьера, отделяющие индустриальное общество от постиндустриального. Но она, как минимум, является дискуссионной. В первую очередь, это связано с тем, что индустриальный уклад на планете все еще является доминирующим, равно как и те институции, которые сложились в эпоху модерна. Национальное государство, кризисно-финансовая система и тому подобные феномены. Контуры аналогичных институций, которые могут прийти к ним на смену, пока просматриваются весьма смутно. В первую очередь, решительно неясно, что может прийти на смену рынку. В том смысле, который вкладывает в это понятие существующие либеральные и неолиберальные экономические доктрины и национальные государства. Конечно, там мы сейчас наблюдаем рост влияния транснациональных корпораций, но какие формы все это приобретет, пока не ясно. Существует точка зрения, что это должны быть империи, то есть некие наднациональные формирования, складывающиеся в границах цивилизованных пространств. Ну, такая точка. Америки, Европы, Евразии, Азии. Существует точка зрения, что в постиндустриальную эпоху вместо National State сформируется Market State. Но что это такое, по-видимому, не до конца представляют себе даже авторы этой концепции. То, что многие авторы рассматривают как основу постиндустриального общества, которое они отрешивают с информационным обществом, развитие информационных технологий, компьютеризация и так далее, скорее следует рассматривать как последний натиск индустриальной фазы развития цивилизации. Будет ли это самостоятельная форма? Это тоже пока открытый вопрос. Как один из немногих участков фронта, на котором европейская техноген цивилизация оказалась еще способной осуществлять масштабный прорыв, вот это как раз об информационном обществе, информатизации его. На других же его участках она начала или терпеть поражение, или была вынуждена перейти в глухую оборону. Наиболее яркие примеры лунная программа, которая была свернута, сверхзвуковая гражданская операция, программы по обновлению парка таких самолетов закрыты, например. Физика плазмы, проекты по созданию и управляемой термоядерной синтезы так и не были реализованы. Соответственно, реперная датировка 1970-е годы, когда потеря интенсии к развитию стала зримой, может рассматриваться скорее как начало переходного периода от индустриальной фазы развития к постиндустриальной. Его содержание тоже остается предметом дискуссии. Пессимистическая точка зрения исходит из предпосылки, что мир скатывается в новое средневековье. Это обосновывается на основании аналогии, которые тракуют в средние века как переходный период между традиционной фазой развития и эпохой модерн. Вот почему мы начали с неолитической революции. Определенные основания для проведения такой аналогии имеются. Вершинной традиционной фазой является Римская империя, осуществившая то, что может быть названо античной глобализацией. Достичь сопоставимого уровня развития европейской цивилизации смогла уже только в исторический период, когда начался переход к индустриальным формам организации общественной жизни и начали складываться институции в соответствующие индустриальные эпохи. Откат в средневековье произошел, когда античная глобализация потеряла и интенцию к развитию, и возможность для дальнейшей экспансии. Нечто подобное, наверное, мы будем наблюдать или уже наблюдаем, но пока еще, может быть, ясно не осознаю. Наука как социальная институция, понимая условно существующие классификации, вернемся к вопросу о роли науки в обществе, точнее, к рассмотрению науки как социальной институции. С переходом от неорганизованных и неформальных видов деятельности к структурам, имеющие организацию, иерархию, регламент, произошла институционализация науки, о чем мы уже упоминаем. Она связана с формированием следующих компонентов в структуре науки. Появлением академической и университетской науки, ответственность за продуцирование нового знания, концентрация ресурсов, в том числе финансовых, необходимых для исследований, созданием представительских и законодательных органов, легитимирующие научные достижения, ученые советы, комиссии, комитеты, присуждающие ученые степени, премии, награды, гранты. Следующий аспект – создание разветвленной системы обмена научной информацией, пресса, специализированные издания, интернет-сайты, научные форумы. Очередной аспект – это формирование управленческих структур, координирующих научную деятельность. Другой момент – это появление законодательной базы, позволяющей решать научные конфликты, проблемы авторского права, гонораров. Здесь имеет смысл сослаться на английского ученого Бернала, который проанализировал науку, как институт, представленный в обществе в его разнообразных формах. Научные школы, университеты, академии, наук, промышленные лаборатории, исследовательские комплексы и так далее. При этом он выявил базовые функции такой институции. В эпоху модерна наука, как средство познания мира, заняла доминирующее положение. Соответственно, функции, которые она выполняла в этот исторический период, и в силу инерции больших систем, отчасти выполняет и в настоящее время, стали весомыми в социальной жизни. Наука, как социокультурный феномен, выполняет вовсе ряд функций, и постараемся их отметить. Культурно-мировоззренческую, непосредственно производительные силы, собственно, является социальной силой. Нарезавшись другими формами общественного сознания, она полноправно влияет на формирование у личности целостной картины мира. Благодаря ей человечество многократно увеличило свой производительный потенциал. Сегодня уже речь идет о шестом, и даже седьмом технологическом уровне. В качестве социальной силы наука не только привлекается для решения социальных проблем, но и меняет саму природу социальности. Например, человек в машинных системах, в которых машина будет названа искусственным интеллектом или машины, будут дополнять человека. Иногда выделяют проективно-конструктивную функцию науки. Это связано с тем, что все очевиднее становится, что практические преобразования становятся неотъемлемой стороной интеллектуального научного поиска. Данная функция связана с ростом прикладных исследований. Вот круг первоочередных таких явных функций современной науки в обществе. Мы описали как бы те процессы социальных изменений, в рамках которых формировались те или иные функции науки. Останутся теперь на главных ее функциях, и как эти функции следует толковать сегодня. Функция производства истинного знания, которая распадается на соподчиненные функции описания, объяснения, прогноза. Это формулировка прямое наследие эпохи модерна. В ней скрыто гремит сила и слава науки этой эпохи. В наше время формулировку приходится модифицировать. Наука выполняет функцию производства и воспроизводства информации, которая может быть конвертирована в видные виды ресурсов, в том числе за счет использования и прогнозирования. Функция непосредственной производительной силы, которая рассматривается как ответ на экономические потребности общества. Эта формулировка полностью отвечает представлению, например, такого учения, как марсизм. Она является дискуссионной. Существует обоснованная точка зрения, в соответствии с которой наука оказывает только опоследованное влияние. на развитие техники. Профессор Жуковский прекрасно разбирался в аэродинамике. Одна из функций комплексной перемены, позволяющая описывать движение твердого тела в воздушной среде, носит его имя. Однако первый летательный аппарат, тяжелее воздух, сходный по конструкциям с самолетами, использованный в период Первой мировой войны, все же создали братья Райт. Их чисто научные достижения были куда как более скромны. То есть, вот как между фундаментальными знаниями и прикладными результатами какой пруть проходит научная мысль. И это повторяется в истории науки, да? То есть, люди, имеющие серьезную профессиональную академическую подготовку и делающие выдающие фундаментальные открытия, как правило, не обладают способностями прикладного, значит, прикладными способностями, то есть, чтобы открытия их доходили до, так называемых, железа. То есть, вот такой прямой связи, может быть, и не существует, но, безусловно, опосредованное открытие науки влияет на ее достижение фундаментальное. Безусловно, влияет на то, в какой стадии находится развитие ее прикладных аспектов. То есть, фундаментальная наука не дает немедленной финансовой отдачи. Это приводит к многочисленным печальным последствиям для самой науки, так как не готово государство, тем более частный бизнес, вкладывать фундаментальные исследования. Связь между наукой и техникой не является линейной, что прямо показывает современные теории инноваций, часто наглядно демонстрирующие, что в нормальном состоянии общество характеризуется как раз сопротивлением инноваций. Здесь есть определенная противоречия и сложность. Культурная функция науки заключается во включенности познающего субъекта человека-ученого в познавательный процесс. Подразумевается, что, усваивая научные знания, человек формируется как субъект познания и деятельности. Была уверена, что наука способствует прогрессу в целом, в том числе морально-духовно-совершенствованию человечества. Эта формулировка представляет собой наследие эпохи модерн, всего несколькими наивными взглядами на возможность воспитания нового человека, что наиболее ярко просматривалось в идеалах просвещения, эпохи просвещения. Сегодня представляет целесообразно дать иную формулировку. Культурная функция науки выражается во влиянии на духовную сторону общества, в том числе через усвоение массовым сознанием выработанных ею понятий, представлений и т.д. Такая формулировка учитывает фактор деформации представлений выработанных наукой массовым сознанием, конкретных социальных групп в различных странах. Деформация эта неизбежна, поскольку любая культура интерпретирует полученные научные знания на своем языке, причем не просто языке культуры. Пропускает через призму своих представлений о мире. Часто такая интерпретация представляет собой проблему. Например, правоверному мусульманину зачастую сложно оперировать категориями в восходящем теории происхождения видов Дарвина. Культурная функция науки заключена не только в пользовании обществом ее определенными результатами, но и важный аспект заключен в процессуальности их получения. Ученые социализируются в обществе, становятся субъектом деятельства и познаний, и осуществляют эти функции в оккультуренных, социальных формах, то есть таких, какие приняты в данном обществе, хотя в дальнейшем сам может принести в них серьезные изменения. Научное знание проникает в повседневность существующего общества, становится неотъемлемой частью быта, формирует социальную среду, в которой происходит становление и формирование личности, в том числе и будущих ученых. И в этом смысле наука тоже является социокультурным феноменом. Другой функцией науки является функцией создания базиса или рамочных ограничений для стратегирования. Наука действительно может предложить определенный инструмент для разработки стратегий. Более того, в истории известный пример, когда масштабные планы стратегического характера строились и реализовывались на научной основе. Например, план Голлеров в Советской России. В реальных условиях стратегия, однако, формируется как результат баланса между интересами различных групп внутри элиты, что не исключает используемые предложения, вырабатываемые средствами науки, но иногда может существенно противоречить им. Если это влияние науки здесь по существу также становится опосредованным. Оно осуществляется, во-первых, через внедрение в массовое сознание элит определенных воззрений, а во-вторых, за счет того, что создаваемые наукой инструменты используются как фактор внутри элитной политической борьбы. Все значительно сложнее, чем это описывалось, например, в том же марксизме. Исходя из этого, представляется целесообразным остановиться на следующей формулировке рассматриваемой функции науки. Наука создает определенную рамку и основание для стратегирования, но использование всего арсенала инструментов, созданных наукой, ограничивается возможностью и желанием элит ассимилировать соответствующую информацию. Не всегда это происходит адекватно. Почему и происходит отставание на каком-то историческом периоде, периоде того или иного государства, от развития цивилизованных или развитых стран. В настоящее время широкое распространение получила научная реклама, побуждающая телезрителей покупать бесполезные иногда и вредные лекарства, продукты, питание и так далее. Мы опять-таки видим, что с одной стороны есть научные достижения, с другой стороны есть искажения использования этого. Другая функция – это идеологическая функция науки. Как науку используют элиты в политической борьбе, в достижении своих целей. Не совсем правильно было бы говорить, что идеологическое использование науки происходит только в Советском Союзе и так далее. Сегодня мы наблюдаем, например, как европейские страны через систему так называемых европейских ценностей пытаются внедрить идеологию во всех аспектах, в том числе и не только в использовании науки, но и в науку тоже. Про европейские ценности и их значения для всего остального мира подробно рассказывают учебники по гуманитарным наукам. Мы можем это наблюдать. Или тем программам и проектам, которые Европейский Союз, например, пытается реализовать. Неолиберальные ученые недалеко ушли от марксистов и активно используют продвижение своей идеологии. Поэтому, наверное, можно было бы сказать следующее. Наука выполняет функцию поддержки формирования идеологии, а также инструмента политической и геоэкономической борьбы. Она используется для введения глобальной информационной войны. Это мы сегодня наблюдаем. Другая функция науки – функция поддержки образования. Она была сформулирована еще Гумбольдом, Александром Гумбольдом, который в этот принцип внедрил современный университет. В то время современный университет имеется в виду, значит, состыковал образовательную и научную деятельность в университете. Сегодня этот принцип приобретает особую актуальность. А именно в современных условиях, когда индустриальные форматы деятельности уже частично разрушены или их эффективность существенно снизилась, а постиндустриальные форматы еще в процессе становления, рынок труда становится весьма динамичным. Об этом свидетельствует в том числе и статистика большинства постсоветских государств. То есть, значительная часть выпускников университетов работает не по специальности. Это очевидно. Причин этому много. Здесь важно подчеркнуть, что в таких условиях высшее образование следует рассматривать не только как систему, прививающую студентов в определенную совокупность компетенций, знаний, умений, навыков, сколько умения мыслить самостоятельно, а точнее способность существовать в научно-технической среде. Ассимилируя необходимую информацию, необходимую именно для практической деятельности. Лучший способ сформировать такое умение – это участие в научной работе. Следовательно, на текущем этапе значение данной функции науки может только возрастать. В частности, магистерские диссертации становятся важнейшим форматом обучения. Иногда выделяют проективно-конструктивную функцию науки. Это другая функция, имеющая свою специфику. Это связано с тем, что все очевиднее становятся, что практические преобразования становятся неотъемлемыми стороной интеллектуального научного поиска. Данная функция связана с ростом прикладных исследований. И вот эта функция все больше и больше приобретает важность в точной и в образовательной деятельности. В 30-е и 40-е годы 20-го века сама наука стала предметом научного исследования. Возникла наука о науке, науковедение. Ее самоположником можно считать Джона Бернала с его известным трудом «Социальная функция науки». Следующий важный шаг был сделан введением количественных методов для изучения науки. Тем самым были заложены основания для наукометрии. Она позволила изучать объективные характеристики развития науки как информационного процесса с закономерностями рождения и распространения различных информационных потоков, эволюции ее инфраструктуры, научных институтов, сообществ, изданий и так далее. Центральная проблема наукоометрии – измерение различных показателей, характеризующих феномен науки. Ключевые вопросы наукоометрии – что измерять и как измерять. Наукоометрия часто использует следующие методы исследования. Статистический метод, метод по счету числа публикаций, метод цитат индекса, метод контента анализа, тезаврусный метод, сленговый метод. Собственно, статистический метод предполагает сбор статистических данных и их анализ. Объем данных, порождаемых научной деятельностью, огромен. Правильно поставленные вопросы, сформулированные гипотезы и науко-метрическое исследование открывают интересные закономерности развития науки. Это дает возможность прогнозировать ее дальнейшее развитие, выявлять перспективные направления и соответствующим образом распределять ресурсы для достижения новых открытий. Метод цитат индекса основан на анализе ссылок на цитируемую литературу в научных публикациях. При этом число цитат или ссылок выступает главным индикатором. Метод контента анализа активно используется в социологических исследованиях средств массовой коммуникации, но и в наукометрии он весьма эффективен. Этот метод дает возможность осуществлять количественный анализ текстов и текстовых массивов путем выявления числовых закономерностей и их интерпретации. Есть еще целый ряд методов, которые активно применяются в наукометрии и позволяют выявлять объективные закономерности развития науки. Современные научные исследования постоянно взаимодействуют с научным сообществом, в том числе посредством цитирования. Поэтому он должен быть компетентен в наукометрических вопросах. Основные наукометрические показатели. Индекс цитирования. Это показатели значимости работ того или иного ученого. Этот показатель вполне объективен, так как фиксирует количество ссылок на публикации или фамилию автора. Science Citation Index один из самых распространенных наукометрических показателей. Этот индекс был создан в Институте научной информации его руководителем Юджином Гарфилдом. Официально был запущен в 1964 году, не потерял своей актуальности до настоящего времени. Высокий индекс цитирования свидетельствует об эффективности и результативности того или иного ученого и в целом научных структур. Индекс Хирша, H-индекс, другая количественная характеристика научной активности ученого. Этот показатель был разработан в 2005 году американским физиком Хорхе Хиршем как альтернатива индексу цитирования. Этот индекс дает более адекватную картину научной эффективности ученого. Однако и он имеет свои недостатки. Тем не менее, из-за его относительной простоты вычислений его активно используют именно вычисления его активно используют практически все наукометрические базы Google Scholar и Library Scopus Web of Science и другие. Индекс Хирша определяется следующим образом. Ученый с индексом H опубликовал H статей, на каждую из которых сослались как минимум H раз. Импакт-фактор честный показатель цитировности статей, опубликованных в конкретном научном журнале. Ежегодно с 60-х годов он рассчитывается Институтом научной информации. В 1992 году он был приобретен корпорацией Томпсон. Сейчас этот индекс называется Thompson Scientific и публикуется в журнале Journal Citation Report. Как и любой формальный показатель он имеет свои недостатки, но тем не менее позволяет с определенной точностью характеризовать эффективность научных изданий. Импакт-фактор рассчитывается исходя из трехлетнего периода по формуле по соответствующей формуле. У импакт-фактора как и у любого наукометрического показателя есть свои недостатки. Так даже лженаучные статьи могут иметь высокий импакт-фактор, так как подвергаясь критике они очень часто упоминаются в связи с чем и повышается этот индекс у данных статей. Среди мировых научных баз данных наиболее авторитетными являются Web of Science и Scopus. Обе они платные. Китай и другие страны создали и развивают свои собственные национальные базы. В России также создана своя база научных публикаций RINC, Российский индекс научного цитирования. поисковые интернет компании также создали и развивают свои научные базы данных. Например, у Google это Google Scholar Web of Science база глобальной электронной научно-информационной среды Web of Knowledge компании Thompson Reuters. Это самая авторитетная научная платформа на сегодняшний день. Именно она первая в истории начала рассчитывать индекс цитирования. В этой базе доступно 12 тысяч названий наиболее авторитетных академических журналов, в том числе 600 российских автоматически признанных ВАГ, сборников и различных сборников научных трудов и других комплектов первичных научных данных. Это позволяет многометрическими методами отслеживать показатели цитирования публикации этой базы. Ключевым показателем этой платформы выступает также импакт-фактор, индекс влияния научного издания. Скопус это реферативная база данных и наукометрическая платформа. Она была создана в 2004 году издательской корпорации Эльсифир. Скопус содержит более 53 миллионов реферативных записей. Около 2 миллионов добавляется ежегодно. Эта база развивается крайне динамично. Она более открытая, чем Web of Science. В настоящее время в ней проиндексировано 21 900 названий научных журналов, 5000 издательств, 350 книжных серий и 5,5 миллионов трудов в конференции. Google Scholar поисковая система, находящаяся в свободном доступе. Она индексирует полные тексты любых научных публикаций, которые опубликованы в журналах, хранятся в репозиториях или находятся на различных сайтах. В результате поиска предоставляется список статей по запросу. Поисковая система Google Scholar показывает пользователю название, фрагмент текста и гиперссылку на документ. Ссылки на бесплатные полные тексты публикаций имеют значок PDF. Причем система предоставляет сведения как про онлайновые, так и про печатные статьи. Система не оценивает научный уровень статей, но выдает практически исчерпывающую информацию, так как обрабатывает весь массив загруженных в интернет публикаций. Российский индекс научного цитирования РИНС на e-library это национальная информационно-аналитическая система, которая аккумулирует публикации российских авторов. По сути, это суверенный единый библиографический реестр. Широта охвата максимального количества российских изданий сопровождается низким критерием отбору, что, безусловно, влияет на качество собранной информации. Она также собирает информацию о цитировании этих публикаций в международных журналах. РИНС дает возможность оперативного обеспечения научных исследований, актуальной справочной библиографической информации и оценку научной активности исследователей в России. Для этого разработан аналитический инструментарий Science Index. Система позволяет оценивать результативность и эффективность различных субъектов научной деятельности, организаций, ученых, журналов. Компания научно-электронная библиотека, то, что называем и Library RU разрабатывает проект РИНС с 2005 года. Научно-электронная библиотека и Лайбрии и компания Thomson Reuters объявили о сотрудничестве размещения коллекции лучших журналов базы данных РИНС на платформе Web of Science. ResearchGate – бесплатная сеть сотрудничества ученых всех научных дисциплин. Это уже другая платформа. Она предоставляет широкое меню сетевых приложений поиск по аннотации, обмен базой публикации, форумы, методологические дискуссии и т.д. В этой сети участники могут создавать свой персональный блок. Разработанный для данной платформы механизм семантического поиска индексирует как внутренние ресурсы, так и главные публичные базы статей, включая PubMed, SiteSea или архив NASA. так отмеченный механизм разработан для анализа аннотации статей целиком, а не только по ключевым словам. И это дает результат поиска значительно более адекватный запросам. Академия ЭДЮ виртуальная сеть сотрудничества ученых платформа в работе с 2008 года. Она позволяет делиться с коллегами своими статьями, отслеживать их цитируемость, следить за новостями исследований как по именам исследователей, так и по ключевым словам. В сеть участвует движение Открытая наука и открытый доступ OpenAssess обеспечивает рецензирование отзыва на статьи. Менделей бесплатная программа для управления библиографической информацией, позволяющая хранить и просматривать исследовательские труды в формате PDF. Для получения доступа к платформе необходимо создать учетную запись на сайте. Базовый пакет Менделей распространяется бесплатно, но существуют платные услуги. Проект работает с 2008 года. Менделей основан в ноябре 2007 года в Лондоне. Первая версия программы вышла в августе 2008 года. компания Эльсвер приобрела Менделей в 2013 году. Это вызвало опасения ученых, так как научно-издательский дом Эльсвер продолжает практики ограничения доступа к публикациям. Цифровой идентификатор объекта Digital Object Identifier или сокращение DOE является ссылкой на постоянное местонахождение объекта или информация о нем в интернете. DOE может быть присвоен любому объекту. Система DOE обеспечит техническую и социальную инфраструктуру для регистрации использования постоянных и функционально совместных идентификаторов. DOE и для использования в цифровых сетях. Хочу отметить, что приведенные выше данные об объемах аккумулируемой научной информации на той или иной платформе являются весьма относительными, так как в информационном и цифровом мире объем научной информации постоянно растет. Философия науки представляет собой раздел философии, который исследует науку во всех ее измерениях, как социокультурный феномен, как социальный институт, как научно-познавательную деятельность, как систему знаний. Ее задача дать обобщенное представление о науке, ее развитии, вместе в социальной жизни и связях с практикой. Вместе с тем она выявляет внутреннюю структуру этого сложного феномена, выявляет общее и особенное теоретических построений, изучает методологические подходы и методы, весь ее познавательный инструментарий. Содержание философии науки неоднородного, в том смысле, что в ней апробируются различные теоретические конструкты в процессе рефлексии над таким сложным феноменом, как наука. Но вместе с тем философия науки сохраняет свою целостность благодаря сосредоточенности на вполне конкретной предметной области. Поэтому она занимает свое особое место в ряду таких областей философского знания, как философия истории, философия культуры. Философия науки исторически складывалась как совокупность различных философских концепций, осмысливающих науку как особый целостный феномен. К ним можно отнести империзм и рационализм, релятивизм, эволюционная эпистемология, феноменологическая и трансцендентальная философия науки и ряд других. Со временем сложилось определенное проблемное поле исследования, свой понятийный аппарат, сот методологических подходов и методов исследования. Развитие самой науки с одной стороны предоставляет новый материал для философского осмысления, а с другой философия науки возвращает ей в отрефлексированном обобщенном виде стратегию для развития. И этот процесс непрерывен и бесконечен пока будет существовать человеческая цивилизация и интерес людей к науке. Поэтому контент философии науки будет обогащаться новыми философскими открытиями. Если на первоначальном этапе ее развития внимание было сосредоточено на логико-методологических аспектах научного знания, на анализе структуры научных теорий, ее функций, законов, процедурах, верификации, то в настоящее время область исследования или область исследовательского интереса философов, да и самих ученых расширяется и включает вопросы осмысления науки как социокультурного феномена, создаваемого людьми. Поэтому предметом изучения философии науки становится деятельность ученого по производству научного знания в конкретных социально-культурных условиях. Как самостоятельная дисциплина философия науки начала складываться к середине XIX века благодаря работам Миля, Гельмгольца, Гершеля, Конта, Маха, Пирса, Спенсера и других. Сам термин философия науки впервые появился в работе Дюринга «Логика и философия науки» в 1878 году. Пионерам философии науки в России можно отнести Вернадского, Берга, Ивановского, Райнова. Очевидно, что возникновение философии науки было обусловлено повышением роли науки в жизни общества и, как следствие, ростом статуса ученого. Этапы развития философии науки и фокуса следовательского интереса выглядят следующим образом. Первый этап – вторая половина XIX века – это исследование психологических проблем и индуктивно-логических процедур опытного познания. Второй этап – первая треть XX века – осмысление революционных открытий в области физики, математики, космологии. Третий этап – вторая треть XX века – попытки создания точного языка науки. Четвертый этап – современный обращение к проблем к культурно-исторической динамике научного знания, ее роли в обществе, связи с другими формами культуры. Концепции философии науки – были разные концепции и они существуют философы предлагали свое видение развития науки. Была потребность, собственно, она сохраняется и в настоящее время философского обобщения, закономерности и развития научного знания и ее системы в целом. Их составляющими элементов выступали философско-мировоззренческие, теоретико-методологические и логические предпосылки, которых придерживались философы или принимали сами ученые. Исторически первыми концепциями развития научного знания стали интернализм, экстернализм и диалектическая концепция. Интернализм считал, что главными причинами развития научного знания являются внутренние факторы. Накопленные достижения науки открывают новые предметные области исследования, которые, в свою очередь, приводят к открытию новых методов познания, создания нетривиальных методологических подходов. Существует три основных направления интернализма. Это эмпиризм, представители Аристотель, Бекон, Ньютон, Конт, Миль, теоретизм, представители Платон, Декарт, Лейбнист, Кант и другие, гипотетика, дедуктивизм, представители Галилей, Гершель, Уэвелл, Карнап, Поппер и другие философы. Экстернализм искал причины развития науки во внешних факторах, в отличие от интернализма. Пытался объяснить это развитие социокультурным контекстом, господствующими в тот или иной исторический период философскими мировоззрительными концепциями, социальным заказом, воотребностями развития производства и экономики в целом, формами институционализации и организации науки и другими подобными причинами. Существуют следующие виды экстернализма экономический, социальный, социально-психологический и их философский, собственно, культурный. Ну и очевидно, что за каждым из этих направлений стоят те или иные философы и ученые. Диалектическая концепция главной причиной развития научного знания считала диалектическое взаимодействие внутренаучных и социокультурных факторов. Ведущими представителями этого подхода выступали ряд ученых Эйнштейн, Борн, Планк, так и, собственно, философы науки Стёплин, Гайденко и другие. Сегодня очевидно, что важнейшей характеристикой знания является его динамика, то есть рост, изменение, развитие и тому подобные процессы. Эта идея восходит еще ко временам античной философии опозднее Гегелю, до которой истинно есть процесс, а не готовый результат. Но в первой половине XX века в эти годы доминирования логического позитивизма научное знание исцелилось без учета его изменения. Был получен ряд внушительных результатов, но, как любая абсолютизация, со временем стало очевидно, что динамику научного знания невозможно игнорировать. Пришло понимание, что развитие науки сложен, диалектический процесс от мифа к логосу, от логоса к преднауке, от преднауки к науке, от классической науки к не классической и так далее. Это процесс от незнания к знанию, от неглубокого, неполного, к более глупокому и совершенному знанию. Можно также упомянуть кумулятивизм, который считал, что развитие науки происходит путем накопления, прибавления нового знания к предыдущему. Так, Спенсер мыслил механизм развития знания по аналогии с биологическим механизмом наследования благоприобретенных признаков. В свою очередь антикоммулятивизм полагал, что в ходе развития науки не существует каких-либо устойчивых сохраняющихся компонентов. Переход от одного этапа развития науки к другому связан с пересмотром фундаментальных идей и методов. История науки предстает полем непрекращающейся борьбы и смены теорий, отрицающих преемственность. Эволюционная теория, другая теория, на время стала мировоззренческой методологической доминантой. Она способствовала возникновению эписимологического эволюционизма. Лоренц, Кемпбелл, Пиажео, Фолмер представители этого подхода. Доминирующей стала так называемая стандартная модель научного знания. Ее, в принципе, сложились на основе идей науки нового времени в позитивизме. Значительный вклад в ее дальнейшую разработку в 20-30-е годы 20-го века внесли Шекарнов, Нейрот, Гёдель и другие. Эта модель предполагает, что мир, познаваемый и получаемое объективное научное знание, не зависит от познающего субъекта. Открываемые закономерности объективно существуют в природе. Эмпирические законы устанавливаются на основе индуктивного обобщения данных, научных наблюдений и экспериментов. В то время как теоретические законы описывают объекты, которые невозможно воспринимать непосредственно, например, атом, генетический код и прочие. Они выдвигаются в качестве теоретических гипотез, но требуют экспериментальной проверки. Теоретические законы открываются интуитивно, а из них уже логически можно вывести методом индукции эмпирические законы. Такая форма развития научного знания получила название гипотетико-дедуктивной модели. До сих пор стандартная модель представляет собой эталон научного знания. Сильной ее стороной является то, что она предлагает ясные критерии демаркации, то есть разграничения науки и других видов познания. В последующем стандартная модель усовершенствовалась, и этот процесс продолжается, например, в постпозитивизме. Позитивизм вернулся в 60-е и 70-е годы XX века новыми постпозитивистскими моделями развития науки позднего Поппера и последующих представителей философии науки Куна, Локатоса, Фейрабида, Тулмина и других. Выделяются следующие основные черты данного течения. Отказ от абсолютизации формальной логики и ограничения ее притязаний. Утверждение теоретического и методологического плюрализма, например, Пол Фейрабинд об этом писал. Ведение научно-исследовательских программ как объяснительной методологии развития научного знания, это мы встречаем у Локатоса. Обращение к истории науки как к диалектическому процессу, поворот от анализа формальной структуры ставшего научного знания на содержательное изучение его динамики изменения развития, отказ от жестких демокрационных линий между империей и теорией, наукой и философией, наукой и вненаучной формулой знания, переход к их сочетанию, взаимодополнению, представление механизма развития наук как единства количественных то есть нормальной наукой и качественных изменений научной революции мы встречаем у Тома Сукуна учет социокультурных факторов возникновения развития науки, изменение отношения к философии, осознание ее важной роли в научном исследовании, введение фальсификации как методологической процедуры, посредством которой устанавливается ложность гипотезы или теории в результате ее эмпирической проверки, как мы это встречаем у Попера. К настоящему времени в эту стандартную модель развития науки, которую мы описали, добавляют некоторые принципы синергетики как самоорганизации в системах самой самой разной природы. Примером такой самоорганизации служат различные виртуальные сообщества в интернете и вообще различные информационные массивы. юристический потенциал отмеченных концепций далеко не исчерпан. С одной стороны, они позволяют осмысливать современную науку в различных ее измерениях и относительно полноте проблематики, а с другой предлагают методологические инструментарии для конкретно научных исследований. Это касается прежде всего стандартной модели и в ее расширенном и дополненном формате. Потенциал ее еще не исчерпан, но философское любопытство пытается осмыслить научный фронтир в постнеклассическую науку в постмодернистском мире. Слова наука и ученые начали употребляться лишь с XVIII века. В XVII веке занятия естествоиспытатели называли натуральной философией. Несмотря на то, что эмпирические исследования известны были еще с древности, а сам знакомый нам научный метод, разработан по сути в средние века арабскими мыслителями Ибн Аль-Хайсамом и Аль-Беруни, в Европе Роджером Бекером все же часть исследователей относят начало науки к периоду нового времени, получившего название научной революции XVII века. Именно с этого времени считается, что научный метод как инструмент получения нового знания начинает активно и систематически применяться в науке. Несмотря на то, что есть разные точки зрения на историю возникновения науки, тем не менее будем придерживаться той, которая отсчитывает ее начало от исторических древних времен, в первую очередь античной Греции. Ее расслед приходится на V-IV века до н.э. Особое внимание к этому времени и локации связано с тем, что трудно переоценить значение этой культуры для европейской цивилизации и даже шире на мировое развитие. Не случайно этот процесс получил название греческого чуда. именно в это время складываются первые институциональные формы организации науки. Очевидно, что сама наука была качественно иной, практически несоразмерной с тем представлением о науке, которое сложилось к настоящему времени. Но тем не менее есть основания считать, что началась складываться именно наука. Начало формироваться рациональное и теоретическое знание о мире. В греческом полисе выделилась группа людей, которая ставила перед собой цель осмысления процессов, происходящих в природе и в обществе. Организовывались первые сообщества таких людей, формировались группы последователей и учеников. Так Платоновская Академия представляла собой религиозно-философский союз. Она была основана этой школой Платоном в 380-х годах до нашей эры в Лизофин. По словам Диогена Лавярского это был гимназий, расположенный в роще за городскими стенами Афим и названных в честь некоего героя Гекадова. Здесь изучали широкий круг проблем философии, математики, астрономии, естествознания и другие. Основным методом исследования выступала диалектика, диалог. Члены Академии делились на две группы старших и младших. Сократ, а позднее Аристотель, встречались со своими последовательными ликеями, гимназии, недалеко от храма Аполлона Ликейского в Афинах. Названия наукственных и образовательных учреждений спустя века получили название Академии и Лицеев. Тем самым подчеркивалась определенная историческая преемственность в институциональном оформлении науки, европейской науки. В средние века в Европе наука в основном развивалась в монастырях. Именно здесь была сконцентрирована научная мысль. Хранились манскриты, создавались библиотеки и скриптории, где хранились и переписывались произведения, велись переводы с древнегреческого и арабского, велись астрономические наблюдения, составлялись календари. Сложилось неверное представление, что средние века были темными веками, временем невежества и мракобесия. На самом деле исторический источник свидетельствует о другом. Интеллектуальная жизнь имела религиозную форму и институционализировалась в адекватных своему времени формах. Например, уже в XI веке из юридических школ возникают первые европейские университеты. Одним из первых можно считать Болонский университет, официальная дата возникновения которого считается 1088 год. Именно в средние века сложилась известная структура организации знаний «Семь свободных искусств», подразделяемых на тривиум, в которые входили грамматика, логика, диалектика и квадридиум, арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Эпоха Возрождения стала временем активного роста числа университетов по всей Европе. Расширился как состав факультетов, так и круг изучаемых вопросов. Университеты были созданы практически во всех европейских столицах, а также во многих крупных городах. К 1500 году их насчитывалось уже в Европе около 80. Латынь становится языком науки, однако все же это период выдающихся ученых, но не научных институций. Только в XVII веке появляются первые институционально оформленные научные сообщества. В 1660 году организуется Лондонское Королевское общество. В 1666 году создается Парижская Академия Наук. В первые четверти следующего века в 1724 году Петербургская Академия Наук. Некоторые исследователи истории науки считают, что по этой причине самоорганизация в научные сообщества имеет смысл обозначать начало науки с XVII века, а предыдущие достижения относить к периоду прото- или преднауки. Обе точки зрения имеют право на существование, так как всего лишь по-разному представляют историю интеллектуальной жизни человечества. Здесь нет единственного правильного истинного подхода, а только вопрос теоретической интерпетации исторических фактов. Поговорим об научной инфраструктуре, очень важном факторе, который сыграл важную роль в формировании науки. К научной инфраструктуре безусловно надо отнести библиотеки. Если не считать библиотеку Глининг-табличек в столице древней Осирии Ниневии, созданной по указанию царя Ашур-Бонепала еще в VII веке до н.э. то самый известный был акт Александрийской библиотек. Она существовала в античной Александрии при Александрийском Муссионе с III века до н.э. по IV век н.э. Безусловно, эта библиотека сыграла свою выдающуюся роль в развитии интеллектуальной мысли античности. Позднее при всех университетах и академиях создавались научные библиотеки. С появлением книгопечатания открылась перспектива издания научных журналов, которые представляли собой форму сотрудничества и коммуникации ученых и формирование соответствующих научных сообществ. 5 января 1665 года во Франции вышел первый научный журнал «Журнал ученых». В том же году начинает издаваться английский научный журнал «Philosophical Transactions of the Royal Society». Нескакими годами позже начали издаваться научные журналы в Италии, в Германии. Традиция формирования научных сообществ вокруг тех или иных научных изданий сохранилась до настоящего времени. В новое время еще некоторое время продолжает существовать любительская наука выдающихся одиночек, которые находят свое место рядом с теми или иными правителями. Но в целом на смену приходит академическая наука с определенной институцией, институционализацией, повышается социальный статус науки, академия получает государственную поддержку, члены ее социальные привилегии. Развитие промышленности обнаружило востребованность научных и особенно экспериментальных исследований. Это вело к экономическому и военному укреплению национальных государств. К XIX веку это дало импульс развития национальных научных сообществ, в частности научных лабораторий. Например, Кавентишская лаборатория физического факультета Кембриджского университета, созданная в 1974 году как первая в мире учебно-научная лаборатория, в ней студенты могли учиться и одновременно проводить исследования вместе с сотрудниками университета. Научная литература начала издаваться на национальных языках. Эта тенденция сохранится до настоящего времени, только с последней четверти XX века в науке языкового общения постепенно станет доминировать английский язык, как в свое время латынь. К настоящему времени стали возникать международные научные сообщества. Ярким примером может случиться Жить ЦЕРН Европейский Центр Ядерных Исследований. Эта организация была образована 29 сентября 1954 года прошлого века 12 европейскими странами. К настоящее время число стран членов возросло до 20. То есть это показывает эффективность такой структуры. Стоит также отметить такой феномен самоорганизации научного сообщества как невидимый колледж. Понятие было введено в науковедении Бернала. Оно подразумевало неинституционизированную группу исследователей согласованно работающих над общей проблематикой. Дальнейшие эмпирические исследования показали что такие группы действительно объективно существуют и они нужны. Они достаточно устойчивы и обладают вполне определенными параметрами. Им свойственны структурные и динамические закономерности возникновения и становления продуцирования новых исследовательских направлений и специальностей. В настоящее время научная деятельность институционализирована. Есть не только профессия ученого, но и определены возможные сферы его работ. Деятельность ученого характеризуется следующими показателями. Например, особой мотивации, системой ценностей, ценность истины, разума, нового знания для него является очень важным. Определенный тип мышления рациональный, творческий, независимый, критический, способный признавать собственные ошибки, честность, коммуникабельность, готовность к сотрудничеству. Вот те признаки, которые отличают ученых. Владение современной научной методологией и методами исследований – это другой аспект, важный для научной деятельности, для ученых. Активным и эффективным использованием необходимого для исследования оборудования. Роль этой способности активным возрастает. Оснащенность необходимым оборудованием фактически определяет эффективность и результативность труда современного ученого. Способ организации самой научной деятельности определяет научную деятельность от других форм деятельности. Если в 19 веке в связи с активным развитием промышленности возникает новый социальный статус и профессия ученого-специалиста, то к настоящему времени произошли очень важные качественные изменения. Во-первых, наука стала социальным институтом с тремя главными составляющими производством знаний, знаний практического его использования и воспроизводства научных кадров. Все это институционально обеспечивается соответствующими организациями академиями, НИИ, то есть научно-исследовательскими институтами, университетами, научными фондами, конструкторскими бюро, различного рода лабораториями и центрами. Очевидно, что разные научные задачи будут требовать разные формы организации научной деятельности или будет возникать их комбинация. эффективность организации определяется ее результативностью. Во-вторых, этой формой деятельности уже тесно в национальных границах возникает потребность в активной коммуникации, обмене и признании научных достижений, вхождении в общепризнанные научные рейтинги, начиная с Нобелевской премии, как наиболее известной. вот все это вместе взятое и составляет инфраструктуру науки и научной деятельности. Владимир Иванович Вернацкий выдвинул глубокую по своим эвристическим последствиям гипотезу о формировании ноосферы как качества новой стадии развития биосферы, а человечества как новой геологической силы. Он был убежден, что разумная материя в состоянии разрешить любые проблемы, которые встают перед социально организованным человечеством, в том числе и те, которые порождаются его жизнедеятельностью. Рост населения, качественный скачок в развитии науки и техники за последние два столетия и особенно в наши дни привели к тому, что деятельность человека стала фактором планетарного масштаба. направляющей силой дальнейшей эволюции биосферы. Возникли антропоцинозы, то есть сообщества организмов, в которых человек является доминирующим видом, а его деятельность определяющая состояние всей системы. Владимир Иванович Вернадский считал, что влияние научной мысли и человеческого труда обусловили переход биосферы в новое состояние, ноосферу, сферу разума. Этот процесс идет с нарастающими темпами, возникает новая объективная ноосферная реальность. Происходит ноосферизация биосферы. Мы являемся наблюдателями и исполнителями глубокого изменения биосферы, причем перестройка окружающей среды научной человеческой мыслью посредством организованного труда вряд ли является стихийным процессом. Корни его лежат в самой природе и были заложены еще миллионы лет назад в ходе естественного процесса эволюции. Человеческий разум и направляемая им работа человеческого сообщества представляют собой новую мощную геологическую силу. Это совпало видимо не случайно с тем моментом, когда человек заселил всю планету, все человечество экономически объединилось в единое целое и научная мысль всего человечества по факту слилась воедино благодаря успехам техники и системам связи коммуникаций. По сути весь современный дискурс глобализации есть обсуждение проблем, горизонт которых был открыт Триарда Шерденом, Леруа и Вернадским. Только в отличие от своих коллег, Вернадский оставался естествоиспытателем, который искал ответы на проблемы в пределах науки. Безусловно, глобализация открыла те новые проблемы, которые не были очевидны в первые четверти XX века, но бесспорно является то, что открытие самой ноосферы является фундаментальным и слабо изученным феноменом. Процесс глобализации и связанные с ним проблемы только подчеркивают важность и актуальность учения о ноосфере и необходимость исследования ноосферной реальности, которую мы только что упомянули. Именно в этой теории методологический ключ к прояснению актуальных проблем глобализации. Для процесса формирования ноосферы сложились объективные условия, а именно произошло заселение человеком практически всей планеты. Очевидно преобладание геологической роли человека над другими геологическими процессами сегодня происходящими на Земле. За счет освоения космоса постоянно расширяются границы биосферы. Открыты новые источники энергии. Резко изменились качества и интенсивность связи между странами людьми. Политически и юридически признано равенство людей всех рас и религий. Наблюдается рост влияния народных масс на решение вопросов внешней и внутренней политики государства. Практически стало нормой свободы научной мысли и научного поиска от давления религиозных, философских и политических убеждений. Четко обозначилась тенденция создания в государственном строе условий благоприятных для независимой научной мысли. Неуклонно растет качество образования, его доступности массово. Борьба против нищеты, голода и болезни становятся проблемой общечеловеческой. Идет активный поиск решения глобальной задачи удовлетворить потребности численно возрастающего населения планеты. Об этом писал Вернацкий. Понятие анонсферы претерпело за последние десятилетия достаточно много интерпретаций. Оно изначально было открыто для различных толкований и применений. Дело заключается в полидисциплинарном статусе самого термина. Смысл понятия настолько многогранен, что не может быть исчерпан в рамках одной отдельно взятой науки. Космология, астрофизика, геология, биохимия, биология, геоэкология, собственно, сама экология, культурология, политическая наука, психология, когнитивная наука, философия и многие другие в той или иной степени охватывают предметно и проблемно только часть научной проблематики, которую, возможно, должна изучать отдельная дисциплина ноосферология. Хотя отдельных исследований в области ноосферной реальности, то есть, собственно, изучения ноосферной реальности достаточно много, но нет общей, понятной для всех ученых дисциплинарной матрицы, методов, терминологии и так далее. Многие тенденции на всех уровнях существования современного человечества на первый взгляд имеют разнонаправленный и противоречивый характер, но при внимательном рассмотрении можно обнаружить нечто общее, некую первопричину тревожных симптомов превышения скорости в кавычках, конечно, социального и технологического движения в мировом масштабе. Основная причина коренных преобразований заключается в интенсификации деятельности человека на основе его рационального мышления. Изначально в учении аноосферы заложен огромный эвристический и, что особенно важно, прогностический потенциал, что крайне необходимо, учитывая усложняющуюся ситуацию в планетарном масштабе. Построение современного варианта учения аноосферы позволило бы проектировать будущее посленодинстриальной цивилизации. Развившийся глобальный кризис с особой отчетливостью обнаружил актуальность аноосферологического междисциплинарного исследования. И те работы, которые сегодня ведутся в сфере глобальных нейросетей, тоже подтверждают, что открываются новые перспективы аноосферологических исследований. Аноосферное развитие определило особый статус науки как продукта деятельности социального человека и вместе с тем задало траекторию развития как самой науки, так и человечества в целом. Наука стоит перед необходимостью создания целостной теории аноосферы. Различные аспекты ее активности создаются как в естественных, например, синергетика, генетика, биогеохимии и других, так и в социальных науках, различные теории глобализации, устойчивого развития и так далее. В связи с этим не менее интересны поиски новых путей и форм преодоления политических международных кризисов, когда даже локальные войны уже рассматриваются в углом зрения международной безопасности и соблюдения прав человека. И хотя при этом учитывается государственный суверенитет, но его принципы уже приводятся в соответствии с базовыми человеческими ценностями. Интегративный характер аноосферологии очевиден. Она поможет выявить закономерности развития и соотнесенности костной, живой и разумной, то есть социальной материи. наиболее глубоко изучена первая из отмеченных «Новый горизонт» в изучении второй открыл Вернадский. Именно он осознал роль живых организмов, миграции химических элементов на Земле и создал науку биогеохимии, для которой жизнь выступает в несколько ином качестве, чем для биологии. Перед грандиозностью геологических процессов исчезает организм, выступает их совокупность живая материя, писал Владимир Вернадский. В отличие от биохимической миграции, порождаемой жизнедеятельностью всех иных биологических видов и форм жизни, человек и человечество в целом влияет на эти процессы не только собственной жизнедеятельностью, как определенного биологического вида, а прежде всего материально преобразующей деятельностью. биохимическая деятельность человечества по своему объему и интенсивности во много раз превосходит миграцию, обусловленную собственно биологическими процессами. Позднее Ферстман назовет эту форму миграции химических элементов техногенной. Другое положение теории ноосферы – вывод об относительно стабильной биосферы, что не отрицает эволюции и замены одних видов другими. Но биохимические проявления жизни остаются фундаментальными. Геохимическая неизменность биосферы сочетается с непрерывным эволюционным изменением форм жизни. Изменяемость и предельная устойчивость – две стороны существования биосферы. В качестве гипотезы можно предположить, что и в развитии разумной материи определенным образом сочетаются эти две, казалось бы, взаимосключающие возможности. Еще более сложным видом организации материи является ее разумная форма. Именно в ее изучении научная мысль, как объективированное знание о мире и роли человека в нем, продвинулась пока не очень глубоко. В ретроспекции можно выделить следующие формы эволюции разумной материи. Биологическая, приматы, прото-человек, социальная, племя, род и далее вплоть до современного гражданского общества, культурная, то есть символическое освоение мира человеком, экономическая, то есть человек в собственной экономической взаимодействии с другими субъектами экономики, политическая, то есть власть как идеальный институт продвижения интересов субъектов политики. Эти формы находятся не в иерархической зависимости в отношениях субординации и координации. В целостности эти формы образуют разумную, социально организованную материю, то есть, собственно, человечество в ее развернутой деятельности. Лучшей моделью может выступать человеческий мозг, как совокупность всех его нервных клеток и частей, которые и обеспечивают нормальное его функционирование. у разных отделов мозга разные функции, но все они важны, и только их скоординированная деятельность и обеспечивает разумную деятельность человека. Человечество как разумное вещество, как метафора, может, и напрямую как ноосферная реальность, оформилось социально в сообщество и развиваясь, в конце концов, оформилось и культурно, и политически. Эволюция живого разумного вещества шла в этом направлении. Собственно, вся история науки доказывает, что все шло именно так. Вся разумная материя социально организуется, связи структурируются людьми и социальными группами, культурно насыщается, содержание осмысляется людьми и социокультурными общностями, экономически содержится, то есть удовлетворяется материальной потребности людей и политически управляется, то есть создается механизм, который оживляется людьми и политическими общностями, субъектами политики. В реальности все взаимосвязи сложнее, но в первом приближении такая модель достаточно наглядна и вполне рабочая. Современное развитие учение обращено обращено к осознанию новых принципов управления качеством окружающей среды и экономическим развитием, к неразрывной связи между социально-экономическим развитием и сохранением окружающей среды, к невозможности решения экологических проблем, изолированным в отрыве от общего процесса социально-экономического развития. Поиск синтеза решения экологических социальных и экономических проблем стал ядром декларации РИО-92 и повестки дня для 21 века. Глобального плана действия по переходу к устойчивому развитию, такому развитию, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Понятие устойчивого долговременного развития включает в себя политико-правовой, экономический, экологический, социальный, международный и информационный аспект. Фактически речь идет о длительном непрерывно сбалансированном по сути ноосферном повернадском развитии, согласованном с состоянием природы и ее законами. Человечество приходит к необходимости обеспечить саморазвитие природных комплексов, нацеленных на формирование ноцинозов, то есть элементарных ячеек ноосферы, естественные и техногенные элементы которых гармоничны и пропорционально соорганизованы в систему организменного уровня целостности. в настоящее время можно наблюдать активный процесс ноцерогенеза, наиболее яркий и весомый аргумент, подтверждающий это явление формирование сетевых сообществ. Природно-хозяйственный комплекс выступает в этом случае деятельностным институтом, который преобразует биосферу в ноосферное состояние. Внутри него и создается новый ноосферный тип организованности и собственно сама ноосферная реальность. Природно-хозяйственный комплекс и есть на локальном уровне объект научного изучения той целостности, которая объединяется в понятие ноосферная реальность. Вместе с тем это и объект научного управления данной реальностью, как некоторые формы ноосферной организованности. В отличие от экономической реальности, ноосферная включает все проявления человеческой деятельности, в том числе культуры и науки. Её формирует главная сила, преобразующая биосферу в ноосферу, а именно социальный человек.